Приветствую вас! Мы вот сейчас вам с Найтишком расскажем сказку. Страшную, пристрашную, ужасную, ну, сами понимаете, черный кул. Страшная сказка у нас. Итак, в 19-м царстве, в 19-м царстве, жил, был молодец, красавец. И красивый, и статин, и умен. А как поет? А как там? Как сказки начинает рассказывать? Да, Найтишка. Заслушаешься. И полюбил этого красавца нашего, царь-батюшка. Душа наша, солнышко. Царь-батюшка этого красавца молодца пригласил, за стол посадил, винца налил, ясно дал, обласкал, сахарные уста поцеловал. И порадовался наш красавец молодец, что его царь-батюшка любил. А царь-батюшка любил его за сказки его сладкие. Ибо очень царь-батюшка любил, когда он сказки рассказывал. Ну, души не чал. Правильно, Найтишка? Правильно. И обрадовался, обрадовался наш красавец молодец. Начал еще больше сказок, рассказывать, людей веселить. Народ доволен, радостный, веселий. И случилось тут такое дело. Приходит к этому нашему молодцу красавицу соловей-разбовник. Соловей-разбовник этот, надо сказать, это лепший друг царя-батюшка. Да такой лепший, что царь-батюшка его извести уже не один год хотел. Ну, никак не получается. Но, друг, что ты делаешь? Приходит этот соловей-разбовник. Ну, нашего, естественно, красавца-молодца по головке погладил, за ушко почесал, напомнил ему, как он у него работал на псарне по собачьей галке. Очень ему это соловей-разбовник понравилось, очень нравилось. Но, то было на полу, говорит, молодец-красавец, нравишься ты мне, как родной. Но зачем ты про меня страшные сказки рассказываешь? Про красавца, соловья-разбовник. Ну, а этот молодец-красавец, вместо того, чтобы сказать, решил сказать немножко не так. А что он сказал? Упал ножки, это соловья-разбовник. И говорит, бедный я, бедный, и шапка у меня прохудилась, и портки худые, и сапог хороших нет. Вот бедный я несчастный. По этой причине и страшные сказки рассказываешь. Понял соловей-разбойничек, понял, умный был, умный. И отвалил нашему красавцу-молодцу бочонок золота. Дарю тебе, чтобы ты жил-поживал, деток наживал. Ну, и жену-красавицу. Обрадовался у нас. Ой, обрадовался у нас, молодец-красавец, бочонок золота. Кто б не рад был бы? Причем дали же, дали. Но, что случилось? Однажды, когда наш молодец-красавец пятки царю батюшку чесал, царь-батюшка очень любил, очень любил, чтобы ему пятки чесали сказки рассказы. И для этого молодец-красавец просто души не чает. И царь-батюшка и говорит, а че ж ты, мил дружок, про словья-разбойника, сказки страшные перестал рассказывать. Ну, я же, говорит, царь-батюшка люблю сказки страшные. Ты не рассказываешь. Ну, почему Натюшка не рассказывает? А потому... Ну, молодец-красавец, вместо того, чтобы ножки к царю батюшке упасть, попроситься, рассказать, что извините, что я вот такой, такой взял я бочонок через золото соловья разбудил. А он решил смолчать. Молчать-то смолчал, но царю батюшке перечить не стал. И начал опять страшные сказки про соловья-разбойника рассказывать. А тут уже соловей-разбойник осерчал. Сначала грозным пальчиком погрызил, потом гонца, пубенца прислал, а потом вообще прислал мужичка с ноготка, который сказал, гневаются на тебя, гневаются, думай, но, молодец-красавец, прогнал мужичка. Какой мужичок? Тя, молодец, красавец, статный, хорош, замечательный. Меня царь батюшка любит. Да я ему пятки лежу. Да я его... Он же в уста мои соловьи на меня целуют. Какие там соловьи-разбойники? Ну, случилось горе большое. Страшное горе случилось. Несчастье большое. Прилетел дракон на семи головах. И... Да, да, да. На семи головах. И погубил молодца-красавец. И не стало молодца-красавец. И царь-батюшка плачет. И матушка-царица плачет. Детки плачут. И слуги плачут. И приживальцы плачут. И шуты царские плачут. Шутихи плачут. Все плачут. Нет больше у нас молодца-красавец. Вот такое город. Страшная сказка, правильно, молодец? А вот если бы молодец-красавец не брал бы денег в золото в слове разбойника? Или, может, пятки не чесал царю-батюшке? Или, может, чесал, но тогда в слове разбойника брал? Или не брал бы в слове разбойника за то? В слове разбойника чесал? Или наоборот? Сказка-ложь. Да и в ней намет. Бобры молодца-красавец.